У человека есть три тела. Не то, что там у меня еще два стоят за дверью. Три тела, одно внутри другого. То есть есть и грубое физическое тело. Это то, что я себя считаю собой. Руки, ноги, голова. То есть Олег Геннадьевич. Это грубое физическое тело. Есть психическое тело. Представляете, это тоже тело. И причем оно функционирует само по себе. Вот допустим, некоторые из вас чувствовали себя, как будто вы находитесь снаружи вашего организма. У кого такие эффекты происходили в жизни? Как будто вы вылетаете из тела снаружи. Кто-то это почувствовал реально. Кто-то, допустим, не почувствовал реально. Но у нас есть психическое тело. И оно и так функционирует снаружи всегда. Вот допустим, вы удивляетесь, почему я говорю точно о человеке, имею право утверждать человека, которого нет в зале. Вот допустим, я девушке говорю, вашему мужу плохой период, у него такой-то характер. Почему я так утверждаю? Потому что она связана с этим человеком. И я знаю как. Эти связи, они находятся в сердце. Вот здесь вот. Ну, мы будем об этом тоже говорить. И через память, то есть я просто смотрю на ее, вот смотрю на нее, и через ее память, я, память это вот, это как раз, это такая сила, которая поддержит эти связи. Мы вспомнили кого-то и реально связали с этим человеком. Я через ее память просто нахожу человека и рассказываю о нем. Вот. Ну, то есть о нем много, много чего можно узнать, если она вот думает о человеке. Вот, например, где-то четыре с половиной года назад или пять лет назад у него был тяжелейший период, связанный то ли со здоровьем, то ли с психикой. Да? Что с ним произошло в этом время? А? Наркотики. Вот. Ну, вот, видите, да, то есть, навски прямо посмотрел, сказал время. И я не знаю, что наркотики, я просто вижу в состоянии человека очень сильное напряжение, нарушение сна, нервное, психическое состояние, она еле выдержала это все. Как бы, вот это то, что я увидел. Просто через ваше сердце, через вот эти связи. Почему я это смог сделать? Потому что я это изучаю. Не то, что у меня, как бы, там нимб над головой там светится, и поэтому я могу это делать. Или потому что мне молния по башке дала, и у меня открылись какие-то сверхспособности. Понимаете, у вас у всех есть эти способности, вы просто этим не занимаетесь. Вот, допустим, любой пианист, который играет ноты, он точно так же, это тоже деятельность психического тела. Вот он когда там эти маленькие ноты различает, там всякие мелодии, это то же самое, понимаете. То есть я различаю мелодии вашего сердца, а человека различают мелодии музыки. Понимаете? Это все работа психического тела. Итак, есть первое тело, это физическое тело, второе тело, психическое тело, и третье тело, это духовное тело. То есть духовное тело вообще неразрушимо. Понимаете, оно вечную природу имеет. Мы вечные, мы не временные. Психическое тело тоже не умирает со смертью тела, это хорошая новость, да? Вот, допустим, я, кто такой я? Вот у меня тело, допустим, маленькое совсем. Мне, у меня помощники мои фотографии начали мои в интернет выкладывать. Я смотрю, о, это я. Ну, то есть вообще не похож, то есть голова большая, тело маленькое, мне всего там два года. Вот, тело совсем другое, то есть оно, вот такое вот тело там небольшое, да? Но это я. Тело совсем другое. Почему это я? Потому что мы говорим, я, это не связано с грубым телом. Это связано с психическим телом. Понимаете, о чем я говорю или нет? Психическое тело переходит из детского тела в юношеское, а потом оно более старшее тело, потом старое тело. А психика, не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. То есть психика остается той же самой. Я не чувствую себя человеком в возрасте, понимаете? Я как бы чувствую себя так же, как раньше. То есть возраст, это что такое? Это груз ошибок, это груз неудач в жизни, разочарования, потерь. Вот старость означает, что человек сломался, понимаете? Вот это старость. Но если человек не сломался, он побеждает судьбу, живет активно, то он не чувствует себя старым, хотя тело как бы уже не 25. Понимаете, да? То есть это психическое тело. Есть еще духовное тело. Что такое духовное тело? Вот, допустим, мама смотрит на ребенка, он родился, и что она видит в нем? Она видит в нем чистоту, мудрость. Некоторые мамы начинают себе как-то это особенно объяснять. Они говорят, вот Олег Геннадьевич, знаете, у меня родился ребенок Индиго. Я говорю, что это значит? Она говорит, он, знаете, он такой мудрый, он такой как бы необычный вообще, чистый такой, у нее такой взгляд такой. У каждой мамы рабождается и ребенок Индиго. Почему? Потому что каждая мама видит душу в человеке, который рождается. Понимаете? Вот это Бог позволил женщине видеть душу в этом ребенке. И поэтому женщина никогда не сможет плохо относиться к своему ребенку. Потому что она, вот святой человек во всех видит душу, и поэтому он всех любит, всех людей. А мама любит своего ребенка только. И когда люди влюбляются друг в друга, то тоже Бог открывает душу друг в друге. Понимаете? Почему человек влюбляется? Потому что он начинает видеть чистоту, красоту в другом человеке.